Сразу же после Дня космонавтики Европейское космическое агентство объявило о выходе из участия в российских миссиях Луна-25, Луна-26 и Луна-27 из-за событий на Украине. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец прокомментировали данное заявление и сообщили о том, что Россия снимет европейские приборы с наших аппаратов и отказ от содействия никак не скажется на намерение Российской Федерации уже в третьем квартале нынешнего года запустить станцию Луна-25. А уже во время церемонии вручения государственных наград космонавтам президент Российской Федерации Владимир Путин железно заявил, что страна возобновит лунную программу. Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома Восточный автоматического аппарата космического роботизированного комплекса Луна-25. Хотел бы подчеркнуть, нам нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса, чтобы здесь, на Земле, эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии, медицины, новой энергетики, а также навигации и связи. Напомним, что крайний раз, когда к спутнику Земли приземлялась межпланетная автоматическая станция Луна-24 был в 1976 году. На тот момент еще советская станция была запущена с космодрома Байконур. Современная Россия еще не запускала космические аппараты на Луну, однако в 2015 году Луна-25 должна была отправиться к спутнику Земли. Но запуск отложился аж на 7 лет. Это возобновление уже планируется в течение 10 последних лет. Тот проект, о котором сейчас говорится, вообще-то он должен был, ну в лучшем случае, быть запущен 6 лет назад. Но, к сожалению, обстоятельства, вот видимо, усовершенствования данного направления, оно не позволило эти запуски сделать. Реализация данного проекта включает в себя три этапа. Вылазка 2021-2025 год. Планируют исследование Луны автоматическими станциями серии Луна. Первой из них должна стать Луна-25. Форпост 2025-2035 год. В рамках этого этапа собираются отработать средства доступа на поверхность спутника, а также осуществить пилотируемые полеты с высадкой космонавтов. И база после 2035 года. На этом этапе будет осуществляться создание полноценной лунной базы. Разумеется, и научные исследования лунной поверхности, и технические исследования, и даже военная область. Все это как раз наш спутник может дать землянам. Мы очень ждем, что все-таки вот эта вот миссия Луна-25, она осуществится. Казанский федеральный университет максимально заинтересован в возобновлении лунной программы и ставит перед собой цель сделать точность прелунения на более высоком навигационном уровне. Также немаловажным является то, что некоторые лунные кратеры названы в честь казанских ученых. Например, кратеры в честь российского ученого ректора Казанского императорского университета Николая Лобачевского и советского астронома Анатолия Нефедева. Карина Саяхова, Универньюс.